Привет! Я Юра Агеев и это 28 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Байрам Аннаков, SEO компании Up&Air. Байрам с командой делает приложение «Персональный ассистент путешественника». Если вы летаете часть 10 раз в год, рекомендую попробовать. Мы поговорим о ретеншине пользователей и инструментах по поиску инсайтов и шаблонов поведений. О разных уровнях мышления принимателей и продуктов, от чего это зависит и как развивать. И немного о путешествиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция менеджмента продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Я там написал, что у нас повестка такая. Ну, короче, она не обозначена. Обычно у меня есть какая-то тема, но у тебя, я думаю, интереснее поговорить про то, что тебя беспокоит, потому что тебя обычно интересные вещи беспокоят. Что у тебя сейчас на уме вообще? Ну, смотри, основной поинт, которым мы сейчас занимаемся в части Product Analyze – это воронка как инструмент. Это отличный инструмент для начала и поиска самых очевидных проблем, которые есть в продукте. Ну, там, не знаю, что у нас на Checkout Flow, допустим, теряется столько-то людей, ты начинаешь потом… Есть две философии. Кто-то начинает от последнего этапа воронки оптимизировать, кто-то начинает с самого первого. Но наше пользование воронкой говорит о том, что вначале это идеальный инструмент, потому что он дает high-level view, не требует больших вычислений и в целом достаточно понять. Но в какой-то момент ее становится недостаточно, потому что воронка, она как бы отрезает и немножко упрощает достаточно сложные траектории, которые могут делать пользователи. И когда, например, у тебя динамический интерфейс, ну, например, допустим, у тебя есть онбординг, но каждый скрин онбординга показывается только при определенных условиях. И пользователь может ходить взад-вперед по онбордингу, перепрыгивать какие-то скрины и так далее. Вот в этом, при таком сложном поведении воронки становится недостаточно, потому что она слишком упрощает. И вот нужно анализировать уже детально траектории пользователей, то есть как они реально ходят по экранам, куда жмут и так далее. Но это как бы там легко делать, когда у тебя, я не знаю, десятки, сотни, ну ладно, может быть, возможно, тысячи сессий. Но когда у тебя миллионы, десятки миллионов, то тебе уже не получается это делать в каком-то понятном виде, и нужно разрабатывать инструменты, которые помогают вот эти траектории анализировать. И вот, собственно, над этим мы работаем уже где-то, наверное, месяцев, наверное, семь или восемь. И я бы сказал, что есть определенный прогресс. Мы даже делали митап в MLM, и заопенсорсили некоторые из инструментов, которые мы используем, и будем потихоньку опенсорсить еще более. Вот сейчас я в Сиэтле, а скоро здесь мы проводим митап. Почему мы делаем эти митапы, и почему заопенсорсили эти инструменты? Потому что мы хотим, чтобы комьюнити продуктов, таких больше, я бы сказал, техникал-продакт-менеджер, то есть те, кто достаточно глубоко погружается в анализ, они бы могли контрибьютить поиск определенных проблем в траекториях. Ну, то есть, условно, мы сделали базовый инструментарий, который позволяет анализировать, но у каждого продукта могут быть свои, назовем это, паттерны проблем. И вот некоторые из паттернов мы определили и как бы заопенсорсили, и хотим, чтобы комьюнити тоже контрибьютеров это, и тем самым мы друг другу помогали находить проблемы, твичные проблемы вот при анализе траекторий. Слушай, интересно, я, кажется, даже видел немного информации от вашего митапа, по-моему, даже статья недавно совсем вышла, он назывался там... Ретеншиниринг, да. Ретеншиниринг. Смотреть метап, там видеозапись есть на нарушенном канале в Ютубе. Там мы с Максом, с моим коллегой-идеологом этой идеей, мы, собственно, на примере AppNZ, на конкретных рассмотрениях онбординга и не только, показываем, как этот инструментарий может быть использован для автоматического нахождения некоторых проблем, а далее рассказываем, к чему, ну, какой big vision этого анализа и что мы, ну, в итоге хотим в нем достичь. Так, а можешь вкратце, зачем это все в итоге? Потому что звучит достаточно сложно. То есть вы, по сути, ну, как бы переизобретаете что-то, создаете что-то новое, как продукт для работы над продуктом, нет? Ну, нет, смотри, то есть, как я сказал, воронки становятся недостаточно... Вот, условно, есть, допустим, в вебе веб-визор, да, и вот люди смотрят веб-визор и, там, пытаются сделать какие-то выводы. Проблема, как бы, когда у тебя, там, десятки миллионов сессий, ты не посмотришь. Совершенно верно. И тебе нужно просто автоматизировать вытаскивание инсайтов из вот этих записей того, как пользователь ходит по твоим экранам. Давай я приведу пример, будет понятно. Допустим, один из паттернов, который мы находим, это циклы. То есть может быть такое, что пользователь зацикливается, ну, его траектория зацикливается между какими-то экранами. Ну, там, например, у вас есть... Вот наш кейс, допустим, он на одном из этапе онбордингов, он подключает календарь. И когда на iOS подключается календарь, то открывается такая экшн... Ну, такая лист с списком календарей. И пользователь должен выбрать календарь, из которого будут там импортироваться полеты в приложении. И что мы заметили, что определенная когорта пользователей, она зацикливается вот на этом... То есть смотри, что она делает. Они заходят на этот экран календарь, они нажимают сначала на первый календарь, выбирают, потом выбирают второй, потом третий. И вот они сидят, крутятся на этом экране, крутятся и потом уходят. Ну, полностью закрывают ап и не появляются. Вот мы автоматически определили, что есть вот такое зацикливание. Дальше, понятно, мы берем, восстанавливаем эту ситуацию, смотрим конкретно только этих пользователей, эту когорту, смотрим, что происходит и понимаем, что для некоторых пользователей не очевидно, что после того, как они выбрали, допустим, экран, нужно нажать в правом верхнем углу данную кнопку, чтобы как бы пойти дальше. И поэтому они зацикливались, и мы с онбордингом теряли около пяти процентов пользователей только из-за вот такой проблемы. И таких циклов очень много у нас. Ну, там, в первоначальном анализе мы нашли. Мы их потом приоритизируем по вкладу в потерю пользователей на умординге, допустим. И, соответственно, расшиваем и смотрим каждую из проблем. Потому что, ну, ты вот, у тебя просто не хватает времени и ресурсов анализа, чтобы такие вещи автоматом находить. Я уж не говорю, когда эти проблемы возникают на предыдущих версиях iOS. То есть, допустим, там, у нас на iOS 11 была одна проблема, связанная с iCloud. И вот, конечно, можно сидеть и каждый день как бы тратить огромное количество людей и ресурсов, чтобы находить эти вещи. Но зачем, если можно это автоматизировать? Но чтобы это автоматизировать, нужно понять, а вот какие последовательности или какие паттерны поведения пользователя в приложении, они говорят о том, что у тебя есть где-то проблема. Вот. Или о том, что вот на этом шаге происходит принципиальное различие между людьми, которые возвращаются в АП ближайшие 14 дней и которые не возвращаются. То есть, это мы называем ее точкой рефуркации, как из теории. Да. Ну, так нам просто... Разделение. Да. Внутренне понятнее такой термин использует. Но, действительно, я сразу как бы хочу в дисклеймер сказать, что такой анализ нужен только, когда, а, ты выжил все из воронки, б, когда у тебя такое большое количество пользователей и сессий, что невозможно уследить за всеми вариациями продукта, и тебе нужно как-то автоматизировать нахождение этих проблем и потом встроить их. Вот мы сейчас, например, выкатили в фейс-релиз новую версию iOS. Да. У нас настроен набор метрик и набор определения паттернов на вот эту версию. Сейчас там потихоньку сначала 1%, пользователи получат этот апдейт, потом 5%, потом еще что-то. И как только мы увидим, что есть системное различие или появились какие-то циклы, которые сильно влияют на потерю в ретеншене, то мы как бы останавливаем этот фейс-релиз и начинаем разбираться, что за проблема. Вот примерно философия примерно такая. Интересно, это мне напоминает историю ребят из Едодила, не знаю, знаком или незнаком, что они делают. Конечно, конечно. Они похожие механики, насколько я понимаю, используют для поиска точек роста, для поиска фич, которые работают, не работают. Это получается действительно какой-то... Ну, Саша и Сергей вам чались на эту тему, он там рассматривал три уровня аналитики, и вот это типа третий уровень работы с аналитикой, когда тоже при помощи инструментария такого программного ищешь что-то в поведении людей. Да, мы на самом деле коллаборейт с ребятами из Едодила, и не только, то есть делимся идеями, мыслями, подходами, и поэтому возможно какие-то части, во-первых, у нас появляются, потому что мы как бы попали под влияние, ну, если можно так выразиться, их идей и vice versa. Поэтому глобально действительно просто вот там каждый продакт, который там, ну, уже давно делает продукты и поднаторел с воронкой, он понимает, что в какой-то момент у тебя ты уже просто не можешь вытащить из воронки, и тебе нужно уже идти на уровень выше. Я еще напомню, что одна из проблем воронки, что она не измеряет время. То есть вот, что мы заметили, что временной фактор, то есть сколько времени проводит человек на экране, прежде чем сделать следующее действие, это достаточно иногда хороший индикатор его будущего действия. Ну, у нас самый смешной пример — это privacy policy. То есть если человек как бы завис на экране, где мы просим accept privacy policy, то есть он ее как бы внимательно читает, то заметно выше вероятность, что он как бы ее не акцептит и, соответственно, не регистрируется в продукте. Интересно. И понятно, что с некоторыми из таких инсайтов ты ничего не сделаешь. То есть это просто инсайд. Ну, то есть как бы глобально. Но с некоторыми ты можешь... Ну да, информация. Да. Ты можешь, например, играть. Я приведу пример. Допустим, я уже раньше говорил, что у нас достаточно агрессивный онбординг. То есть мы там делаем так, что человеку кажется, что нельзя не зарегистрировавшись пройти, хотя можно. И вот что мы увидели, например, что те, кто регистрируется, они обычно раздумывают не больше полутора секунд. То есть вот они попали на экран. И максимум в ближайшие полторы секунды они жмут на кнопку sign-in и там логинятся или гуглом, или iCloud, или Facebook, неважно. И что, например, можно сделать? Сейчас это эксперимент. Мы еще... Я не могу пока результаты сказать, просто я их не получил. Но мы, например, решили на второй секунде, то есть когда пройдет 2 секунды, показывать скип. То есть смотри, тем самым мы не импактим тех, кто точно sign-inится чем-то. Но мы пытаемся снизить потерю от тех, кто зашел, не хочет sign-upиться. И как бы поэтому ему скип надо показать. Понимаешь, идея? Прикольно, да. Вот смотри, насколько время становится тоже важным фактором. А посмотри на инструмент воронки, там вообще не присутствует показатель измерения. Нет этого измерения, да, по сути. Совершенно верно. Поэтому помимо траектории, мы еще учитываем время. И есть интересные инсайты, есть не очень, но вот логику размышлений, я думаю, я тебе как бы поясню. Это прикольно. Слушай, у вас вообще получается, ну аудитория AppNDR, я вот сам пользуюсь им, я пользуюсь по той причине, типа, ну достаточно часто летаю, не так часто, как ты, я смотрел видос твой годовой, но тем не менее, получается аудитория, то есть вы пытаетесь как раз именно копать глубже в эту аудиторию, понимать, что из нее можно еще выжить. Потому что она все равно лимитирована, она не такая там. Совершенно верно. Она очень лимитирована. И второе, есть совсем разные факторы на использовании. Ну, приведу пример. Например, у нас есть пользователи, вот возьмем там классический ретеншн, допустим. Все есть пользователи, которые приходят, первый же день добавляют полет на этот или следующий день, ну обычно на этот же день, очень активно пользуются этим днем, то есть там до 100 сессий в один день. И потом уходят и не появляются в течение одного-двух месяцев вообще. То есть по формальным признакам это lost, да, customer. Вот. Но его интенсивность использования и траектория нам говорит, что это просто другой use case использования. То есть это там use case, например, ты кого-то встречаешь, ты как бы добавил рейс этого человека, из-за этого скачал вообще продукт. И вот для такого customer нам, зная его траекторию, как бы зная, насколько он использует и какие фичи, потому что вот, например, есть другие customer, которые очень любят статистическую часть продукта, да, то есть там статистика, лидерборд и так далее. И это две разные кластера пользователей. И когда мы анализируем траектории, один из анализов, который мы делаем, это мы кластеризуем по тому, какие используются фичи. Вот. А следующий шаг — это попробовать, зная, какие фичи максимизируют retention, попробовать людей разных кластеров подталкивать за счет инцентивов каких-то в нужную нам траекторию, понимаешь, как бы меня. То есть, допустим... Траекторию? Или ты хочешь его в другой сегмент переместить? Нет, другой кластер по фичам я его могу, но по своей сути я не смогу. Но я могу заложить какие-то hooks или incentives, которые могут его привести к тому, чтобы он более полно, назовем это так, использовал продукт. Но, допустим, вот какая проблема с этим пользователем, который попользовался продуктом, ничего не подключил, попользовался продуктом, добавив вручную рейс, что в следующий раз, когда он кого-то будет встречать или полетит, не факт, что он вспомнит про продукт. Правильно? Ну да, может забыть. Поэтому мне нужно сделать какой-то хук, который бы мне, ну, сказал бы и ему напомнил бы, когда он в следующий раз будет пользоваться продуктом. И дальше уже мы начинаем крутить, какие это хуки могут быть именно для этих пользователей. То есть, например, были ли юзеры, которые пришли, только поюзали как он, но потом был какой-то принципиальный ивент, событие, действие, которое привело к тому, что он возвратился или стал, назовем это так, более полно использовать все механики продукта. Потом мы используем это знание, чтобы людей направлять тире инцентивайз, чтобы они делали определенные действия. Ну, например, дали доступ к локейшену, и тогда, когда ты окажешься рядом с аэропортом, наверное, ты совершенно верно. И много таких поинтов есть, специфичных для нашего продукта, но мой базовый набор инструментов, который позволяет это делать, он достаточно универсальный. И мне кажется, что если бы, и вот наша задача, продукты обменивались бы друг с другом вот такими как бы паттернами, инсайтами, хуками, то это помогало бы нам всем быстрее развивать свои продукты. Потому что там де-факто вот у меня есть в России 3-4 человека, продуктов, с которыми я регулярно встречаюсь, и по сути мы с ними обсуждаем вот такие темы. То есть, ну, мы обсуждаем хуки, которые научились в своей повседневной работе. Вот хотелось бы создать в кавычках площадку, которая бы помогала людям, продуктам обмениваться друг с другом, паттернами нахождения этих хуков, а не только там раз в год на конференции или два раза в год на какой-то конференции, они бы рассказывали вот эти инсайты и то в очень сжатом виде. Вот примерно идея того, что мы пытаемся создать. Слушай, ну, причина, наверное, тоже тут достаточно простая, и могут не разрешать этого делать, рассказывать. Да, может быть, как бы, скажем так, мой, как бы, скромный опыт говорит, что environment, где люди больше обмениваются своими уроками, он в целом позволяет больше, быстрее продуктам в этом environment развиваться и улучшаться, чем, ну... Там линии обмениваются. Да, да. И там вот, например, то, что ты делаешь, да, в конфу, это же, по сути, площадка для обмена этими вещами, но очень часто это, как бы, методологические вещи. А представь, когда у тебя, допустим, есть система аналитики, и ты просто, грубо говоря, скачиваешь паттерны из библиотеки паттернов, паттерны каких-то проблем или, наоборот, позитивных вещей, куков, которые сработали, и применяешь эти паттерны к своему продукту, ищешь, например, ты скачал из библиотеки паттернов паттерн нахождения зацикливания. И увидел, что в твоем продукте есть 10 зацикливаний, три из них, которые составляют 30% потери юзеров первой сессии, допустим. Все для тебя это, как бы, автоматическое руководство к действию. И я даже в том же Google Analytics или там других аналитических продуктов, может, я их недостаточно хорошо знаю, но я не помню вот такого механизма, а это то, что, мне кажется, нужно как более молодым продакт-менеджерам, так и более advanced. Просто одни контрибьюторы, а другие юзеры. Ну, в большей части. Ну, это типа как, ну, опять же, это, наверное, больше методологическая история, тем же сейчас набор growth hacking практик. Ну, типа, у тебя есть там 40 с лишним практик. Именно так. Ну, только технологическая. Да, они более методологические, они более, скажем так, описательные, нежели... То есть я могу прочитать про это и попробовать это применить. Ну, реализовать и так далее. А я вижу все-таки, как вот представь программирование, да, я... Ну, библиотеки, да, набор библиотеков. Да, да, да. Я импортировал библиотеку и прогнал тесты, грубо говоря. Тесты, которые проверяют какие-то стандартные проблемы, которые есть в продукте. А потом можно там их группировать по индустриям, по типам продуктов, если надо будет. Но пока вот сколько мы рассказываем, тире, получаем фидбэк от других людей, там, от, там, billion dollar company, там, в Seattle area до, как бы, небольших, там, относительно небольших компаний, мы видим, что пока базовые паттерны, которые мы определяем, они более-менее универсальны просто mobile apps. Поэтому мне кажется, что там, в целом, это возможно. Ну, посмотрим. Пока мы только в самом начале этого пути, там, дай бог, мы сделали только 10-15% того, что мы бы хотели сделать. Слушай, ну, потом может получиться как с этим, с АВС. Опа, я отдельный продукт. Ну, не знаю, пока для нас это наш... Я считаю, что каждая компания, она должна находить время, чтобы give back to community. И вот это наш способ give back to community. Вот и все. Слушай, это интересно. А вот у тебя достаточно такой опыт разнообразный. И вот скажи, я немного очень поездил по зарубежным конференциям, но вот из тех, на которых я был, у меня сложилось такое наблюдение, очень хочется, не знаю, проверить его, наверное, что на западных конференциях все-таки больше методологические вещи рассказывают. А в этом плане, если там походить на российский метап, на российские конференции, да, они методологические, но люди все равно делятся кейсами, делятся опытом. То есть именно вот такими вещами. А на западе это как-то или не было принято, или, Сашу, ну нет, вот что ты, как ты это видишь со своей точки зрения? Сразу скажу, я мало был на продуктовых конференциях на западе, поэтому не очень сложно. Я помню одну, там, это была бранчевская конфа в СФ, я просто выступал на ней. И я бы сказал, что да, они более методологические все доклады. Ну, может быть, я не знаю, почему, честно. То есть, скорее, тут у меня нету комментариев. Это вот просто к вопросу, действительно, формирования инструментов внутри комьюнити, потому что комьюнити должно сама быть готова к этому, быть открытым. Конечно, конечно. Ну и вот мы сейчас, например, в России есть две-три компании, ну это так или иначе наши знакомые, которые вот всерьез заинтересовались вот этим инструментарием и сейчас применяют или планируют применять вплоть до такого хакатона, проведения хакатона внутреннего в компании. Просто мы такие проводим у себя, повод ретеншинирингу в этой компании, чтобы, скажем так, сделать большой шаг по внедрению этих идей и инструментов. Вот сейчас я планирую здесь и атлет метап, посмотрим, насколько у нас получится здесь продвинуть эту идею. Но что мы вот явно поняли, поскольку инструментарий очень такой, назовем его, хардкорный, то в основном это схватывает, вот, ну, сейчас есть такое, я просто не знаю, в России есть такое понятие, короче, появилась новая роль, называется TPM, TPM, Technical Product Manager. Слушай, вот я в России про нее очень мало слышу. Вот действительно, на Западе, на Западе действительно ребята, короче, она есть, я знаю. Да, вот, короче, это больше для TPM, то есть мы это поняли, что, условно, там, продакту, когда мы начинаем рассказывать, и что там надо питон-пакет, ну, мы просто на питоне, ну, я вижу просто глаза человека и понимаю, что... А вот когда TPM-гай, то или там VP of product, который до этого был, как бы, TPM, ну, или... Ну, программировал там, может, когда-нибудь. Да, да, да. То вот с ними сразу, как бы, получается контакт, и поэтому вот здесь есть такое сообщество TPM-ов, и вот мы делаем метап, посмотрим, насколько здесь примут вот эти идеи и мысли наши. А у вас офис в Сиэтле, или что там у вас? Да, у нас, да, у нас офис в Сиэтле, да. У нас здесь хэдкорс. Круто, неожиданно. Я помню, как-то в гости приходил в московский ваш офис, но это было прям супер очень давно. Окей. Это, наверное, было еще в квартире, когда мы были. Да, да, да. Да, это было очень давно. Да, не, сейчас у нас два офиса в Москве, ну, они там в одной локации просто два разных, и один вот в Сиэтле. Круто. Слушай, я сейчас просто вспомнил, наверное, это отход в сторону этой темы с ретеншином, но все равно интересно. Видел анонс вашего нового продукта, интертеймент-системы? Это вы как пытаетесь разный сегмент рынка авиационного такого, не знаю, как это назвать. Да, это только как бы, пока это очень зачаточная стадия проекта. Я пока не могу ничем, что называется, поквастаться. Но есть, да, такая идея, она логически обоснованная примерно следующим образом. То есть система развлечений на борту самолетов сейчас есть только на 6 из 29 тысяч самолетов. Почему только на 6 тысячах? Потому что они очень дорогие, они добавляют вес к самолету, и они требуют, ну, такого приличного мейнтенса. Например, если экран на кресле, ну, на сидбэк-скрин сломался, то нужно иметь кого-то, кто заменит этот экран и так далее. Вот. Типа еще один человек на борту. Ну, там, или мейнтенса офиса в центральных, в основных хабах, аэропортах. Соответственно, наша вся идея сделать лайтвейт интертейнмент-систему, которая бы стоила пару тысяч долларов per aircraft, per year. И так, чтобы ты понимал, за время жизни самолета одна интертейнмент-система стоит минимум 3 миллиона долларов. За время жизни это 20-25 лет. Соответственно, вот такая идея продукта. Но мы пока... Я думаю, что летом этого года у нас будут первые полеты, ну, реальные полеты с этой системой коммерческие, и тогда я смогу только сказать, ну, пошла тема или нет. Ну, тема крутая. Просто в России это вообще, как бы, ну, не знаю, забей. Их нет практически. Ну, я их не встречал. Ну, то есть США, Европа, там как-то. Не, сейчас как бы развивается эта мысль. Единственное, там, ну, вот, например, у Аэрофлота есть, там она тоже требует мейнтенса. То есть просто там системы отличаются тем, что нужно ли тебе что-нибудь сверлить в фюзеляже же самолет или нет. Потому что если нужно, то это такая пересертификация и проверка, что, короче, а самолет стоит на земле несколько недель, ты теряешь деньги и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, например, там, система, которая даже есть такого класса, первая проблема это мейнтенса, а вторая это UI UX. Ну, то есть, в общем, как-нибудь будешь лететь Аэрофлотом с вот беспроводной интертейнмент-системой, попробуй, ты почувствуешь всю боль. Слушай, я летал там, где вот эти, короче, которые в Нью-Йорк летают и в LA на этих самолетах. Ну, работал как-то с пультиком вот это все. Не-не-не, с пультиком нормально, да. Только экран еле нажимается и так далее. Нет, это да. Да, я говорю, сейчас появились, то есть ты... Когда ты приложение устанавливаешь, да? Да, да. Вот попробуй эти, это там. Я пробовал, кажется, при перелете из Нью-Йорка в Вегас, кажется, да, было. И еще, если вот, кажется, турецкие авиалинии были еще. Ну, что-то типа того. Да. И оно как бы работало. Я просто не любитель развлекаться там, но я ради эксперимента поставил. Ну, там есть, короче, где мы видим opportunity в плане продуктовый. И да, мы хотим, как бы, в этот сегмент рынка зайти. Ну, это круто. Это же, по сути, такое смесь железного продукта. Там сервер, не сервер. Да, в краткосрочной перспективе, да, именно так. То есть, это уже хардбэр. Но я считаю, что основная конкуренция будет в софтвэй части Нью-Йорка. Окей, слушай, это вот как раз к теме, где недавно там был пост на Фейсбуке про видение, про цели, Grand Vision и вот это все. На самом деле, интересно про это тоже поговорить, потому что, ну, компания очень... У тебя необычная компания. Ну, приложение для того, чтобы следить за полетами. Ну, там больше гораздо ценностей, но которые для себя пока еще просто не раскрыл. Но интересно. Вот как ты на это смотришь? Как ты видишь? Что за миссия за этим стоит? Ну, то есть, можешь про это? Смотри, как бы в мире есть около ста миллионов людей, которые летают больше десяти раз в год. Для этих людей полеты — это не только вот сам полет и время. Это очень много вокруг него. Начиная от миль на программах лояльности, заканчивая экспенс-репортом, который ты должен запайлить после того, как ты слетал в командировку. И есть два типа людей из этих ста миллионов. Первое — у них есть секретари, которые за них это делают. И их один-два процента. Ну, меньше пяти. А вторая категория людей — это которые делают все это сами. Тратить на это большой объем времени. Вот наша задача для вот этих 95 плюс процентов из этих ста миллионов — дать автоматизированного секретаря, ассистента, который бы помогал им вот с этими всеми процедурами. От максимизации своих бенов от программ лояльности до автоматизации файлинга экспенс-репорта. То есть вижн сделать секретаря для каждого такого фрикант-флайера, ассистента для каждого. Вот это гранд-вижн, к которому мы идем. Безусловно, огромный еще путь, чтобы этот вижн реализовать, но вот наш как бы вектор — это вот это. Он с самого начала был таким или потом появился? Нет, нет, нет. Конечно, не с самого начала. Он формируется, ты что-то учишься, что-то понимаешь. Когда ты понимаешь, что 19% людей в США делают 60% всех перелетов, и что твой продукт как раз-таки для вот этих 19%, то ты понимаешь, что value твоего продукта, он совсем другой. Например, не надо сильно париться, если когда у тебя включили какой-то, ну там, фичеринг в App Store, и у тебя там 30-35% людей не возвращаются там через 14 дней, и вообще ничего не делают в онбординге, то ты понимаешь, что это просто, ну, есть существенная доля людей, которые не твои пользователи. И когда ты это понимаешь, кристаллизуешь, какой твой фокус, для кого ты делаешь продукт, это позволяет тебе лучше понимать, что слушать, что не слушать, куда развивать продукт, куда не развивать, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот это видение, оно в динамическом таком равновесии, то есть что-то в него приходит, что-то из него уходит, и оно куда-то развивается. Вот примерно так. Сразу, безусловно, этого не было. Ну это интересно, потому что читаешь всякие, там, не знаю, статьи, тот же блок Y-комбинатор, да, ну что угодно, везде такое, вам нужно видение, вам нужна миссия, но получается на старте, когда ты начинаешь что-то делать, ты же делаешь по другим причинам. Да, и, ну, что помогает структурировать видение, это, конечно, общение с другими людьми, с людьми, которые думают на другом уровне. Ну вот смотри, там, допустим, мне не очень будет интересно говорить с человеком, который сделал там компанию до 10 миллионов долларов или 10, ну просто потому что, скорее всего, его советы для меня будут, ну, типа, окей, как бы, ну, я примерно это понимаю. А вот когда ты говоришь с людьми, которые сделали, там, building dollar company, они тебе говорят вещи, о которых ты даже еще не начал думать, вот тогда это тебя расширяет. Чем Y-комбинатор подобные тусовки важны, что тебе дают access к людям, которые думают уже не на том уровне размышлений, на котором ты сейчас. И это стретчит тебя, ну, если ты, конечно, такой, как бы, амбициозный человек, это стретчит тебя попытаться понять и думать на их, как бы, на их уровне. Вот это сильно расширяет твое видение, твое понимание своего видения, кристаллизацию своего пути и так далее и тому подобное. Это то, что, мне кажется, какой value в том, чтобы на ранних этапах общаться с людьми, которые смотрят, ну, смотрят, что называется, про endgame, да, и понимают, какую категорию это может превратиться или не превратиться. Потому что, вот, я не понимал, там, года три назад, почему когда я рассказываю, там, про то, что я хочу сделать с АТВ, мне говорят люди, ну, типа, окей, как бы, ну, это, типа, small, да, то есть, типа, ты такой, как small, ну, то есть, там, это же, в принципе, приличная капитализация и так далее, но ты понимаешь, что люди думают просто уже другими категориями, и они не хотят тратить время свое и твое на создание компаний в категориях, которые, ну, недостаточно большие, понимаешь? Угу. У которых есть стеклянный потолок изначально просто. Да, да, и, например, моя личная проблема в том, что я постепенно брал вот эти, то есть, ты постепенно, когда достигаешь одного уровня, ты начинаешь думать про второй и так далее, а многие из предпринимателей, с которыми я сталкивался здесь, например, они сразу думают, типа, endgame, и, конечно, иногда это опасно, понятно, но иногда это позволяет тебе более масштабно думать о том, что ты хочешь создать и сделать, и это, конечно, полезно. Поэтому, ну, как всегда, есть минусы-плюсы, но это вот я заметил четко на себе, что не хватает иногда, да, не хватает до сих пор видения, не видения, а размышления на определенном уровне категорий. Вот почитай, ну, наверняка читал от нуля до единицы Тиля. Вот Тиль думает вообще на других, на другом уровне категории, и вот книжка вроде маленькая, но ее как бы обсасываешь со всех сторон, потому что когда человек там размышляет о, например, конкуренции, да, там, монополия versus не монополия, ты понимаешь, что он просто категории другие у него в голове, понимаешь, и вот когда ты чувствуешь, что ты начинаешь хотя бы чуть-чуть уже об этом задумываться, ты чувствуешь, насколько меняется суть твоего взаимодействия с другими. То есть я очень часто в последнее время стал спрашивать, когда общаемся с партнерами, только знакомимся, я говорю, what's the endgame? То есть я хочу сразу понять, что в итоге строит эта компания. Почему? Потому что для меня тогда как бы понятно, ну, на каком уровне они мыслят, насколько мне будет на ментальном уровне комфортно с ними взаимодействовать и так далее и тому подобное. Это интересно. Допустим, хочешь приведу маленький пример разницы в размышлениях молодого, называемого предпринимателя, и такого прошенного. Допустим, молодой предприниматель сделал какой-нибудь B2B-сервис и начинает его продавать другим. Искать партнерство и так далее. А advanced предприниматель, помимо этого, он, безусловно, это делает, чтобы формировать продукт, чтобы лучше понимать это. Что он еще делает? Он смотрит, какие компании сервят, продают какие-то услуги очень похожие его потенциальным клиентам. Оценивает стоимость этой компании и покупает эту компанию. Понимаешь? Вот представляешь разницу в размышлении, да? Почему он покупает? Потому что он знает, во-первых, он садится на уже существующий бизнес. То есть, ну, бизнес уже дает деньги, и цена, которую он заплатит, это просто будут будущие финансовые потоки. А второе, ему не надо пробивать стенки на то, чтобы предлагать свой продукт. Если он уверен, что этот продукт нужен, он просто косейлом продает эту услугу и расширяет бизнес и возможности этой компании на тот объем, на который он планирует продавать. То есть, он заранее видит какой-то синергетический эффект и понимает отложенные денежные потоки. Да. И он не пытается партнериться, он не пытается договориться. Он просто находит деньги и покупает эту компанию. Понимаешь? И вот разница вот в этом размышлении. Я не говорю, что так надо делать. Я говорю, что так надо думать. Надо позволять себе думать такими категориями. А как у нас, ну, там, я, например, думаю, что, ну, ты что, как купить кого-то? Ты еще сам, как бы, да, пацан, да, там, кого купить? Ты что, даже в голову не приходила эта идея, понимаешь? В принципе, просто, наверное, в России еще и такого подхода особо не практикуется, кстати говоря. Ну, так, если задуматься на массовом. Не, я думаю, есть. Просто, вот я говорю, это вопрос, насколько удается общаться-размышлять вот на тех категориях. Потому что, вот, мой кейс, только вот через общение с людьми, которые мыслят другими категориями, ты можешь действительно, ну, попытаться себе позволить мыслить другими категориями. Потому что иногда же это ограничение в голове. То есть ты просто не позволяешь себе думать так. Потому что, ну, типа, еще не на том уровне масштаба и так далее. Ну, это да, это про накопленный опыт, который потом в итоге совмещается с какой-то теорией, с теоретической базой и там рождается что-то, а у тебя, да, на рамке это двигается, да. Особенно интересно, кстати, если там общиться с уровня предпринимательства на уровень профессиональный, на тех же менеджерах продуктов, то, ну, то есть, когда ты условно работаешь менеджером продуктов, ты явно видишь, что человек просто не может, там, мыслить вот такими категориями. Ты такой посмотрел на ситуацию и, блин, да вот тут надо было, типа, вот это и вот это вот об этом подумать, хотя бы, а человек смотрит, он не понимает, он даже не знает, что так можно подумать. И это, кстати, большой вопрос обучения именно продуктов, если задуматься. Согласен. То есть идешь на абстрактный курс, тебя учат теории. Да. Но теория, она не всегда трансформируется в мышление. Вот в чем проблема. Да. Ну, вот мне нравится позиция Егора, Данила, тоже мой товарищ и, скажем так, собеседник про продукт менеджером, то его позиция, что каждый продукт должен размышлять как бизнес-оунер, как владелец бизнеса. Когда ты думаешь как владелец бизнеса, сильно трансформируется диапазон решений, которые ты рассматриваешь, и подход к оценке изменений в продукте, в целесообразности тех или иных изменений и так далее. И вот это, наверное, копилку того, что ты говоришь. То есть, скорее всего, возможность размышлять на уровне оунора бизнеса, она позволяет продуктам видеть какие-то вещи другого порядка, чем просто, если ты профессиональный продукт компании. Это очень классный взгляд. И проблема в том, что... Вот чтобы прям мышление поменялось, как мне кажется. У тебя должно там либо что-то случиться, ты должен где-то там сильно нафокапить, потерять какие-то деньги, либо ты действительно должен этими деньгами отвечать. Именно так. И вот мы позавчера сидели с двумя моими знакомыми здесь. Одна работает в Амазоне, другая она VP of Product в гейминг компании. И вот мы пришли к мысли, что размер ошибки, равный 10% годовой зарплаты, это нормальная ошибка для продукта, не требующая допсоголосования. То есть, условно... Ну, ты понял, да, идею, как бы... Ну, типа, что он может рисковать заведомо какой-то суммой. Да, и без согласования. То есть, ему не нужно идти там у вышестоящего начальства согласовывать. И там для большинства продуктов это достаточные деньги, чтобы сделать тест, который покажет... Ну, даст достаточно входных данных, чтобы принять решение о том, чтобы предлагать такое изменение в продукте или нет. И этот бюджет у него должен быть в свободной форме. Без необходимости бухгалтерии 88 бумажек написать. Ну, блядь, я серьезно говорю, то есть, я просто... Ну, меня добивает, когда люди не могут продвинуть тему, которая стоит 100-150 долларов. Просто, там, простейший тест. Из-за того, что они могут бумажкой закрыть какой-то. Ну, блин, вытащи свои деньги, как бизнес-оунор, и брось на карту этому человеку. Ну, то есть, я, может быть, утрирую, но мой поинт, как бы, что, ну, нельзя... Если человеку, не знаю, там, сколько сейчас средняя зарплата продакта в России? Это интересная дискуссия, но давай считать, там, больше сотки, наверное, там, сто, сто десять, это такое... Пусть будет две тысячи долларов. То есть, в год двадцать четыре тысячи долларов. То есть, в пределах двух с половиной тысяч долларов он должен иметь возможность делать тесты сам, без каких-либо согласований. Это в год, типа? Да, да, да. Ну, то есть, можно же, там, обычно большие тесты нужны как раз, раз, там, в квартал, раз в полгода. Ну, там, где прям у тебя недостаточно данных, чтобы оценить оппортюнити. Вот. И, там, ну, например, нанять нового разработчика, там, фрилансера, красиво запилить инфографику, чтобы проверить, или еще что-то. Неважно. Но мой поинт, короче, что вот должна быть такая свобода принятия решений. В противном случае, мне как-то, там, инвестор один, известный в России, сказал, такой, это, типа, лучше ты, типа, потеряешь мне десятки тысяч долларов, чем миллион. И вот это примерно про ту же мысль, что надо давать возможность, мне кажется, и бюджет, чтобы люди могли делать ошибки-тесты и, соответственно, делали это достаточно легко. То есть, вот мы там, например, в саппорте у нас, мы пришли к такой штуке, может быть, это не совсем про продакт, но тоже про идею, что у нас бывают ситуации разные, не стрейтфорвард, когда, ну, мы не можем рефандить, потому что рефандит только Apple. То есть, надо подать определенную это, мы не можем рефандить. Но Apple иногда говорит, типа, извините, до свидания, ну, пользователю. И если мы чувствуем, ну, вот у нас была, во-первых, одна проблема, из-за которой мы ввели правило, что у каждого саппорт-эйджент есть бюджет, я сейчас не помню, 200 или 300 долларов в месяц, по-моему, в рамках которого он без согласования вообще ни с кем может рефандить любому из юзеров, сколько захочет. Вот, в рамках этого бюджета. Нам только нужно потом, в конце месяца, в уведомительной форме, что, ребят, вот потратил столько-то, чтобы зарефандить вот этим пользователям. И все. И почему мы так сделали? Потому что надо дать, вот спустить более-менее свободу человеку, чтобы он мог, чувствуя ситуацию, когда она выходит из-под контроля или там, ну, человек сильно негативно настроен и так далее, чтобы суметь и иметь бюджет и возможность, чтобы решить, как бы потушить этот пожар на самой ранней стадии. Вот так же про продакты и про свободу экспериментов. Забавно, знаешь, что на обучение такие бюджеты есть, но там, условно, 50-60 тысяч рублей выделяют на ошибки. Хороший поинт. Абсолютно. Вот надо на следующий конфе HR-ов сказать, давайте вы просто половину этих денег дадите на ошибки людям. Не на обучение, а на ошибки. Потому что все знают, что на ошибках лучше всего учатся. Да. Хороший поинт. Мне нравится. Надеюсь, кто-нибудь нас с HR-ов тоже слушает. Да. Окей. Пойдет в массы еще, может быть. Слушай, ну, возвращаясь все-таки к идее этого вижена, миссии. У тебя тут такой вопрос был, который тебе задали, про один миллиард, что ты в итоге-то ответил? Нет, я же не ответил. То есть я как раз и написал, что это меня дестабилизировало, я не смог человеку ответить, и я сел и стал думать, почему я не думаю на таком... Вообще, как прийти к этому? Какое развитие продукт должен получить, чтобы... В какую категорию он должен входить, чтобы достичь таких денег, на такой капитализации? И это привело к ряду размышлений, к течении долгого времени, и сейчас, наверное, только я примерно понимаю, как мы этого достигнем, и мы он трек, чтобы... Ну, мы двигаемся в этом направлении. Но глобально, ну, вот в том, чтобы стать travel assistant для вот этого сегмента frequent flyers людей. Соответственно, тогда, я говорю, я не смог ответить, и именно из-за этого, мне кажется, это было суперполезно, я не нашел, что ответить. Слушай, действительно, я тоже сейчас вспоминаю, бывали такие вопросы, которые просто в тупик тебя ставят, и ты потом ходишь месяцами, крутишь их в голове, и что-то должно поменяться. Прикольно. Окей, давай, наверное, тогда потихоньку уже закругляться, у нас там время заканчивается. Такий лайтовый вопрос сейчас позадаю. Как ты переживаешь 431 час полета в год? Слушай, это вот последний твой пост в декабре. Короче, первое, ты очень много пьешь воды, и лучше не есть, и уж тем более не алкоголь. То есть те, кто, я понимаю, почему иногда пьют алкоголь в самолете, там, заглушить страх. Ну, короче, вот очень противопоказан алкоголь во время полета. Поэтому это вот очень много воды, прям слишком много, прям с собой покупать 2-3 бутылки. Вот, каждые полтора часа Атензея присылает на часах упражнений. Да, пистолет, да, потом головой. То есть делать вот эти упражнения. Там есть еще, просто чтобы чувствовать себя как бы лучше. Ну, и там уже про джетлаги, ну, там, определенным образом не спать, чтобы проспать существенную долю полета. И, конечно, это удивительное время, чтобы подумать высока, в буквальном смысле о своем бизнесе, о том, что вы делаете и так далее. Потому что это действительно, ты отрезан от всего. И это вот возможность хорошенько подумать, поразмышлять о том, что вы делаете, куда вы двигаетесь. Ты летаешь по делам или просто кайф путешествовать? Что ты выдвижешь? Я, что называется, и то, и другое. То есть я обычно комбайню. Ну, например, я полетел в Сингапур больше, ну, как бы, я хотел туда полететь. Но когда я куда-то лечу, я беру две вещи делаю. Я беру LinkedIn, смотрю всех connections, которые у меня в этом городе живут. И второе, я беру топ-юзерс в OpenZ, которые в этом городе. Вот. Ну, и я им отправляю письма в таком этом, что люблю рэндом встречи, там, не найдется ли время на кофе. Вот, когда в Сингапур, я последний раз в конце, нет, в середине прошлого года, я там нашел двух людей, которые там, один из них в итоге мы сделали мини-команду, которая позволила продукт заточить под миддл-ист регион. И мы сделали софт-лонч с очень хорошими цифрами сейчас. И вот в феврале и в апреле будут такие хорошие, большие события, которые, как бы, хорошо подкинут продукт на этот регион. Все благодаря вот той поездке. Рандомная встреча, получается, да, по сути? Да, 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 я вот комбинирую. А с пользователями, это, конечно, больше всего узнать такой hands-on feedback, подарить какой-то swag наш и показать новые фичи, которые еще мы не выпустили в релиз, и посмотреть, как они ими пользуются. Вот, в основном... Поэтому я комбинирую одно с другим. То есть нет такой, знаешь, демаркетационной линии между я по работе не полетел и... Ну понятно, как про work-life balance. Если тебе работа нравится, то, в принципе, и тогда можно про это не думать. Да. Прикольно. Слушай, давай, наверное, тогда еще, знаешь, какой-то совет продуктам, я не знаю, полезный. Что бы ты хотел просто вот людям сказать? Ну вот я бы попробовал это сказать так. Не бояться говорить нет и быть достаточно жестким в части, для кого делается продукт, для кого он не делается. Потому что вот боязнь, стеснение, боязнь ошибиться, желание удовлетворить всем обычно делает такой круглый продукт. Продукт, ну то есть он вроде хороший, но как бы он типа и то, и не другое. Лучше, чтобы он был, может быть, не круглый, но одна вот его часть была очень острая. Потому что это именно то, что позволит продукту достучаться до своей кастомер-бэйс. Наверное, лучше всего это иллюстрирует статья этого, как его зовут? Сэма Акмана, наверное, или ГПО Акрэхом? Нет, нет, Акман это, ну, Пол Грэм, что лучше, чтобы были люди, которые очень любят и очень ненавидят ваш продукт, чем все, окей. Вот этот, наверное, самый большой. И, к сожалению, ну, эту мысль сложно принять, ее надо прожить на нескольких продуктах, на фейлах, на попытке сделать все для всех и так далее. Но вот я бы сказал, вот это самое важное, что надо интернализировать. Слушай, у меня еще один вопрос появился, все-таки тогда я задам его про фейлы. Какой у тебя был такой самый заметный для тебя фейл? А продукт? Продукт рейл? Да-да. Я думаю, что это первый год Пензея и весь проект Инфлоу. Это большой, огромный урок, который сильно повлиял на многие вещи, на философию, которая у нас сейчас. Круто. Круто, что в итоге-то все получилось. Ну, пока еще рано говорить. Посмотрим. Мы, короче, в процессе. Окей. Слушай, спасибо большое, что уделил время. Было очень интересно. Спасибо тебе. Все, давай, пока. Давай, удачи, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Байрамом Аннаковым мы поговорили о работе над retention пользователей и изменению подходов и инструментов в аналитической продуктовой работе. Обсудили разные уровни мышления предпринимателей и продуктов, от чего они зависят и можно ли их развивать. И еще немного поговорили о планах Up in the Air и путешествиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 28 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok